Для самых начинающих людей это самая простая выкройка, которая не содержит никаких выточек. Итак, первый раз этот марафон у нас прошел ровно два года назад, в 2020 году. Что мы сшили? Давайте посмотрим, что мы сшили по этой выкройке. Видите, какое платьице? Ни одной выточки нет. Рукавчики. Вот такие спущенное плечо и пышные рукава, и оборочку добавили. Красота же! Вот сбоку эта вещь. Вот поближе с поясочком, с ремешочком надели. Вот так вот посмотрите. Вот такая вот туника. Платье туника тоже. То есть полноценное платье раз. Платье туника вот такое вот два. Здесь рукавчики уже зауженные книзу. Вот такие как бы двуслойность вот такая вот показана. Почему нет? Посмотрите, как интересно это все сделано, придумано и обыграно. Вот это все по одной той же выкройке. Вот тоже выкройка летний вариант или вариант домашнего платья. Внизу оборочку пришили, к рукавчикам оборочку пришили. И из любого штапеля, пожалуйста, вискозы какой-то, вот трикотажа какого-то тоненького. Вы можете это спокойно шить. Вот это, я думаю, трикотажик какой-то. А это просто вот уже такой небольшого объема, до коленочек платьице у нас получилось. Так, видите, какое симпатичное? По-моему, знакомые все лица уже. Оля, наверное, Дулаева, если не ошибаюсь. А может, ошибаюсь. А вот это коротенькое платье у нас получилось по этой выкройке. Смотрите, какое аккуратненькое, по фигурке, ничего лишнего нет. Вот это платье с рукавчиком, тоже по фигурке, и тоже ничего лишнего нет. Шито? Нет, не ошибаюсь, но и хорошо. Вот. Посмотрите, какое платьице из трикотажа шито. Вот это у меня тоже, кстати, трикотаж, но только такой мягонький, да, вот это трикотажное полотно тянется. А вот это у меня крепкое что-то такое. Очень нравится. Компактное, аккуратное, рукавчик при четверти. А это рукавчик три четверти, еще и присборенный на манжете. Вот вариант нарядного платья из трикотажного полотна с люрексом. Вот здесь такая вот поза не очень, как бы, такая комплиментарная, да. Если бы человек стоял на двух ножках, не напирался на одну ногу, то вот этих вот заломчиков, которые мы здесь видим, их бы не было видно. Вот таких. А так очень прекрасный, хороший вариант. Ну, это тоже платье без выточки сшито. Тут, правда, рукавчик не удлинен, рукавчик вточной сделан. Это немножечко другая тема. А здесь вот тоже наша выкройка. Это наша Оленька сшила себе вот такое платье. Книзу она его манжетиком вот таким заузила. И тоже смотрите, куда полнота только прячется. В таком вот силуэте овал, когда вы делаете себе силуэт овал, может быть, не обязательно делать вот такой конкретный манжет здесь внизу. Можно просто немножко слегка заузить. Вы будете казаться поуже. Вот простое платьице, посмотрите, какое с поясочком чудесное. На работу ходить на каждый день. Здесь расклешенный, наоборот, вариант. Сделали какие-то интересные аппликации, сделали. Потали и пришили кулиску. Видите, как обыграли эту выкройку, да? То есть такое вот многообразие форм, она нам предоставляет. Но про это уж и говорить нечего. Пожалуйста, любая вот эта вот спортивная одежда, домашняя одежда, худи с капюшоном, отделка вот такая вот интересная. Прекрасная. Прекрасные работы. Видите, какие. А тут ассортимент одежды, которую называю бабушкина кофта. Объемная, удобная, хорошая, с воротничком шалевым. Здесь, видимо, цельновыкроенный воротничок идет. Вот этот вот топик. Я говорю, пожалуйста, по этой выкройке, к любому цвету брюк, сшите вот такие топики. С рукавом ли, без рукава, из тоненькой трикотажки, из какой-нибудь, и у вас получится совсем другое дело. Целый комплект. Мои дорогие, любимые ученицы, уходите от одежды два квадратика. Все мы не худенькие. Даже кто худенький, и тоже вам будет красиво. Это будет всегда лаконично и будет всегда очень элегантно. Посмотрите, какая прелесть. Вот, вот, что умеют делать наши девочки. Они принты наносят или покупают ткани с такими принтами. Это вот на манжетике внизу сшито. Вот такая вот кофточка тоже, как принт, интересно расположен. Посмотрите, какие вещи интересные. Это жилетка. Пожалуйста, жилетку, которую можно сверху надеть на что угодно. Нарядное платье. Посмотрите, широкую юбочку сделали и с поясочком, и с шитья сделано, из хлопчата бумажного. Тоже как весело и симпатично. Домашнее какое-то платьице. Я думаю, с футера вот эта платьица сшито с капюшоном. Вот. Еще по этой же выкройке сшито платьице аккуратное, уже такое без излишества. Просто ткань вот такая вот с принтом, с таким получилось. А это вообще шедевр. Посмотрите, какое шикарное платье. Добавили вот такую вот интересную обработку горловинки. Вырез уголочком небольшим. И перепоночку вот такую пришили. Просто замечательно. Ну все, и пошли дальше наши брючки.